С каждой песней я отдаю часть своей души. Завершается «Ты супер». С каждой песней я отдаю часть своей души. Завершается суперсезон шоу «Ты супер». Суперсезон международного вокального проекта «Ты супер». Для детей, оставшихся без попечения родителей, приближается к финалу. Позади три месяца концертов. В воскресенье, 26 мая в 20.10 в эфире телеканала НТВ станет известен победитель третьего сезона. В суперсезоне приняли участие 57 детей из 10 стран – России, Абхазии, Белоруссии, Украины, Латвии, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Армении и Грузии. В полуфинал вышел 31 участник, а до финала добрались всего 13. Диана Анкудинова, Евгений Бойцов, Богдан Вандышев, Софья Волошаненко, Роман Дружинин, Карина Исмаилова, Иван Масленников, Виталий Толочкин, Ден Берел Ааржак, Александра Панкратова, Анастасия Симоганова, Данил Хачатуров и Дарья Чернова. Финал суперсезона проекта «Ты супер». Фото P.A.N.TV Победительница первого сезона «Ты супер». Валерия Адлейба во время выбора финалистов до оглашения решения жюри отказалась от участия в финале, объяснив это тем, что кому-то из полуфиналистов такой шанс нужнее, чем ей. Победительница международного детского вокального конкурса «Ты супер». В рамках совместного проекта телеканала НТВ и информационного агентства и радио «Спутник», Валерия Адлейба, Абхазия, в Государственном Кремлевском дворцерии новости, Евгения Новоженина «Ты супер». Стартовал на телеканале при поддержке информационного агентства и радио «Спутник». 11 февраля 2017 года С тех пор на сайте телекомпании НТВ и официальном YouTube-канале просмотра эпизодов шоу собрали более 150 миллионов просмотров. Проект «Ты супер» — это возможность раскрыть талант перед зрителями и огромной телеаудиторией, укрепить самооценку и уверенность в себе. Это важно, но для многих участников еще важнее оказалась встреча с родными. Тоже благодаря «Ты супер». 9-летняя Василина Пономарева из маленького бурятского села Баракхан наконец увиделась с отцом, который вынужден работать за тысячи километров от дочери, находящейся под опекой бабушки. Приезд мамы стал настоящим подарком судьбы для 14-летней Эльвира Яхьяева из Дагестана. После долгой разлуки ханна Махмадьева из Баку встретила родных брата, сестру и тетю. Участница второго сезона шоу «Ты супер». Олеся Петровых с мамой фото предоставлена телекомпания НТВ. Участник проекта «Ты супер». Даулия Токанов. Фото – предоставлена телекомпания НТВ. 1-2. Участница второго сезона шоу «Ты супер!» Олеся Петровых с мамой Фото предоставлено телекомпанией НТВ И подобное происходит на проекте постоянно Потому что у тех, кто стал звездой на «Ты супер!» было детство, полное слез и лишений Евгений Бойцов, 12 лет, Кострома, Россия Финалист первого сезона «Ты супер!» попал в дом малютки в полтора года Его биологическая мат так злоупотребляла алкоголем, что не могла даже зарегистрировать сына Когда родители жени отправились за кражу в тюрьму, старшие дети остались на попечении родственников А женю забрала к себе приемная семья Музыкой мальчик начал заниматься в три года, а в шесть лет впервые вышел на сцену с песней «Чапа» и остался жив Участник проекта «Ты супер!» Евгений Бойцов, Фото, Пи-А-НТВ Юный музыкант принимал участие в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» Слете студии творческого развития Константина Хабенского оперения Очень престижно дважды выходить в финал Так ты доказываешь, что и сейчас, и в прошлый раз ты не случайно оказался среди лучших Сейчас я снова доказал, что и правда достоин финала, это очень круто Диана Анкудинова, 15 лет, Тольятти, Самарская область, Россия Диана стала фавориткой конкурса после феноменального исполнения композиции «Дерни и Данс» в отборочном туре второго сезона Выступление набрало на Ютьюбе более 80 миллионов просмотров Номер вошел в топ-3 рейтинга предпочтений российских пользователей в виде хастинга в 2018 году У девочки непростая судьба Ее биологическая мать тоже злоупотребляла алкоголем Единственную дочь избивала и даже пыталась утопить В три года Диана оказалась в детском доме В пять лет будущую победительницу второго сезона «Ты супер» Удочерили В новой семье девочка начала заниматься вокалом Участвовать в музыкальных конкурсах После победы в проекте Диана вместе с семьей переехала в Москву На международном конкурсе «Детская новая волна» Юная певица получила приз зрительских симпатий Участница проекта «Ты супер» Софья Волошаненко «Фото» ПИА НТВ Участница проекта «Ты супер» Софья Волошаненко «Фото» ПИА НТВ Не могу передать те чувства, которые испытывала во время выступлений Меня каждый раз переполняли эмоции Диана Арбенина сказала мне «Найди себя» Я буду искать о себя и свои песни Я прислушиваюсь к каждому совету членов жюри Роман Дружинин, 18 лет, Томск, Россия Рома профессионально занимается футболом, но главным делом жизни считает музыку Он единственный, кто участвовал во всех трех сезонах проекта На «Ты супер» Пришел не ради славы, ему важнее было поверить в себя Родная мать умерла, когда мальчику было три года Мама Вера забрала Рому из детского дома, там его дразнили из-за смуглого цвета кожи. Попав на проект, он признался, что хочет узнать правду о своем происхождении. Генетический тест показал, что его мама русская, а отец из Индии. Карина Исмаилова, 17 лет, Махачкала, Россия. Финалистка первого сезона родилась в Дагестане. Отец умер, а мать ее бросила. Опекунство оформила тетя. В прошлом году Карина поступила в музыкальный колледж имени Гнесиных и переехала в Москву. После «Ты супер». Записала собственную песню, принимала участие в съемках «Супер Новый Горт» на НТВ и выступила на фестивале «Спаская башня». Участница проекта «Ты супер». Карина Исмаилова фото. Пи-а-НТВ. Участница проекта «Ты супер». Карина Исмаилова фото. Пи-а-НТВ 1. Два участница проекта «Ты супер». Карина Исмаилова фото. Пи-а-НТВ. В этом сезоне я выложилась на полную. Я старалась внутренне проживать каждую песню, особенно те, с которыми раньше не работала. И мне кажется, что у меня получилось. Иван Масленников, 12 лет, Уварова, Тамбовская область, Россия. Родился в Москве, и его бросили в роддоме. Матери он никогда не видел, а родном отце ничего не слышал. Сейчас о шестиклассник Ване живет в приемной семье, учится в музыкальной школе по классу вокала и аккордеона. Он впервые участвует в таком масштабном проекте. На «Ты супер». Ваня спел вместе со своей любимой певицей Тамарой Гверцители. Богдан Вандышев, 18 лет, Москва, Россия. Финалист второго сезона в два года потерял в авиакатастрофе отца. Когда учился на втором курсе музыкального училища, умерла и мама. Все песни теперь Богдан посвящает ей. Участник проекта «Ты супер». Богдан Вандышев фото. Пи-а-н-т-в. На концерте в Кремле он с наставником суперсезона Алексеем Воробьевым исполнил романс на стихи Роберта Рождественского «О чем ты думаешь?». Совсем недавно певец записал первую авторскую песню «Нет». Она доступна на всех стриминговых сервисах. Еще Богдан участвовал в музыкальном фестивале «Новая волна». Участник проекта «Ты супер». Богдан Вандышев фото. Пи-а-н-т-в. Участник проекта «Ты супер». Богдан Вандышев фото. Пи-а-н-т-в. Один, два. Участник проекта «Ты супер». Богдан Вандышев фото. Пи-а-н-т-в. Мои нынешние выступления не сравнить с участием во втором сезоне «Ты супер». В прошлом я году я просто пел, а в этом мне пришлось полностью выйти из зоны комфорта, импровизировать, танцевать. Думаю, что в этом году я хорошо поработал. Виталий Толочкин, 12 лет, Петровск-Забайкальский, Россия. Финалист первого сезона половину жизни провел в детском доме. Отец так Виталик называет отчима забирает мальчика на каникулы и праздники. С биологическим отцом он никогда не виделся, а вот встреча с родной мамой очень ждет, когда он был маленьким, ее посадили в тюрьму. После проекта Виталий принимал участие во всероссийском музыкальном конкурсе детских талантов «Мои крылья». Ден Берел Ааржак, 12 лет, С. Кизыл Мажалык, Республика Тыва, Россия. Ден Берела и его младшую сестру Иоланду воспитывает сестра бабушки, они называют ее тетя. Мать лишили родительских прав, об отце ничего не известно. Мальчик увлекается музыкой, учится в музыкальной школе по классу вокала. На проекте «Ты супер». Он встретился с известным испанским тренером Жарди Гратакосом и так зажигательно исполнил песню Николая Носкова «Паранойя», что никто из членов жюри не смог устоять перед юным талантом. Я до последнего не верил, что меня кто-то выберет и я стану финалистом суперсезона. Но меня выбрал сам Игорь Крутой. До сих пор не могу поверить, что я в финале. Александра Панькратова, 16 лет, станция Азовская, Краснодарский край, Россия. Финалистку второго сезона воспитывают бабушка и дедушка. Мать бросила Сашу через несколько месяцев после рождения. Биологического отца девочка знает лишь по фотографии в социальной сети. После первого эфира «Ты супер». Он написал ей и обещал позвонить. Саша до сих пор ждет этого звонка. Учится в Краснодарском краевом колледже культуры. Мечтает стать солисткой кубанского казачьего хора. Участница проекта «Ты супер». Александра Панкратова фото. Пи-а-н-т-в. Участница проекта «Ты супер». Александра Панкратова фото. Пи-а-н-т-в-1. Два участница проекта «Ты супер». Александра Панкратова фото. Пи-а-н-т-в. Меня очень поддержала Диана Арбенина. На одном из моих выступлений она сказала, ты знаешь, что тебе нужно. Ты хорошо понимаешь себя. Иди уверенно к своей цели. Это придало мне сил. Анастасия Симоганова, 16 лет, Саратов, Россия. Финалистку первого сезона воспитывает бабушка. Настя сирота. Сначала от воспаления легких умер папа, а через год мама. С юных лет девочка хочет связать жизнь с джазовой музыкой. После ты супер. Настя записала песню с наставницей первого сезона Маргаритой Суханкиной и приняла участие в слете студии Константина Хабенского оперения. Данил Хачатуров, 11 лет, Самара, Россия. Когда Дане было 4 месяца, ему поставили страшный диагноз. За 3 года он перенес 4 операции и 17 процедур химиотерапии. После долгого и тяжелого заболевания ребенок потерял зрение. Сейчас Даня живет в школе-интернате для незрячих детей, учится в двух музыкальных школах, пишет музыку и стихи. Участник проекта «Ты супер!» Мальчик выиграл гран-при на фестивале «Добрая волна» — гран-при конкурса «Особые таланты». Он лауреат более 40 вокальных конкурсов. Дарья Чернова, 19 лет, Минск, Беларусь. Финалистку первого сезона Дашу воспитывали бабушка и тетя. Ее родители долго боролись с наркотической зависимостью. Папа не справился, а мама получила второй шанс начать все заново. Вокалом Даша занималась уже в детском саду, помогала ей бабушка-преподаватель музыки. Сейчас девушка учится на третьем курсе экономического университета, но мечтает поехать на Евровидение. Участница проекта «Ты супер!» Дарья Черновафота, Пи-А-НТВ. Участница проекта «Ты супер!» Дарья Черновафота, Пи-А-НТВ. Участница проекта «Ты супер!» Дарья Черновафота, Пи-А-НТВ. 1.3 Участница проекта «Ты супер!» Дарья Черновафота, Пи-А-НТВ. В первом сезоне я много работала над собой, но во втором пришлось стараться еще больше. С каждой песней я отдаю часть своей души и сердца. Я очень рада, когда жюри выбирает меня в следующий тур. Поддерживали участников проекта, делились опытом, давали советы бессменный ведущий шоу Вадим Такминев и фантастическое жюри, Игорь Крутой, Ёлка, Алексей Воробьев, Диана Арбенина, Виктор Дробыш и Евгения Маргулис. Наставники не только сжали кнопки и говорили избранным «ты супер», но и принимали активное участие в жизни детей. Диана Арбенина провела мастер-класс в звукозаписывающей студии, где ребята смогли увидеть и услышать, как создается музыка. Алексей Воробьев во время концертов чего только не устраивал, танцевал брейк-данс, играл в футбол, отжимался и даже организовал настоящий батл на аккордеонах с одним из участников. Ёлка заряжала отличным настроением, даря нескончаемый заряд позитива, и находила для каждого ребенка слова о поддержке. Виктор Дробыш в жюри полуфинала проекта «ты супер». Фото. ПИА НТВ. Народный артист, композитор Игорь Крутой. Фото. ПИА НТВ. Певица Ёлка, Елизавета Иванцев, на пресс-конференции, посвященной детскому вокальному конкурсу «Ты супер». На телеканале НТВ, в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня». РИА Новости. Александр Натрускин. Певец Алексей Воробьев. Фото. ПИА НТВ 1. 4 Виктор Дробыш в жюри полуфинала проекта «ты супер». Фото. ПИА НТВ. Игорь Крутой и Виктор Дробыш, как подлинные мэтры шоу-бизнеса, были строги, но их конструктивная критика – хороший урок для юных артистов на пути к сцене. Евгений Маргулис пробыл в кресле члена жюри всего один день, но не смог удержаться, вышел на сцену и сыграл на гитаре. Музыкант Евгений Маргулис и участница проекта «ты супер». Кристина Фирсова фото. ПИА НТВ. На протяжении всего проекта ребят приходили поддержать звезды Сергей Лазарев, Тамара Гверцители, Альбина Джанабаева, Юлия Начилова, Руслан Алихна, Сергей Мазаев, Юлианна Караулова, группы «Градусы» и «Город 312», Диана Гурцкая и другие. Помощь юным талантам оказали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Татьменина и Светлана Хоркина, а также двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина и знаменитый испанский тренер Жорди Гратакос. Участник шоу «Ты супер». Виктор Печиенко и певец Сергей Лазарев фото. ПИА НТВ. Солистка группы «Город 312» и участниц «Ты супер». Эльвира Филатова фото. ПИА НТВ. Певица Альбина Джанабаева и участница проекта «Ты супер». Михрона Гой Булаева из Таджикистана фото. ПИА НТВ. Ведущий программы «Поедем, поедим». На НТВ Джон Орин и участник проекта «Ты супер». Артем Абрамов фото. ПИА НТВ. Группа «Градуси» поддержала участницу проекта «Ты супер». Элеонару Симакову из Новокобышевска фото. ПИА НТВ. Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев поддержал участницу международного проекта «Ты супер». Анастасию Никитину из Мурманска фото. ПИА НТВ. Участник конкурса «Ты супер». Алексей Фролов и солист группы «Браво» Валерий Сюткин фото. ПИА НТВ. Певица Наталья Подольская и участница конкурса «Ты супер». Виктория Транчук фото. ПИА НТВ. Участник проекта «Ты супер». Дима Яковлев и художественный руководитель детского киножурнала «Иролаж» Борис Грачевский фото. ПИА НТВ. Вера Брежнева и Кирилл Ясин во время выступления в финале шоу «Ты супер». РИА Новости. Илья Питалев. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Татьмянина и участница проекта «НТВ. Ты супер». Катя Морозова фото. ПИА НТВ. Сергей Шакуров и Диана Анкудинова на конкурсе «Ты супер». Фото. ПИА НТВ. Писательница Дарья Донцова с участницей конкурса «Ты супер». София Камандин и фото. Предоставлена телекомпания «НТВ-1». 13 участник шоу «Ты супер». Виктор Печиенко и певец Сергей Лазарев фото. ПИА НТВ. За участников проекта активно болеют в соцсетях. В суперсезоне выступления Диан Берела Аэржака с песней «Паранойя» собрало более 250 тысяч просмотров во Вконтакте и почти миллион в Фейсбуке. Самым просматриваемым в Фейсбуке стало выступление сотейник Геваргян с песней «Вдвоем». Ролик набрал более 1,2 миллиона просмотров. Всего в официальных аккаунтах «Ты супер». Концертные номера участников посмотрели более 32 миллионов раз. Участница конкурса «Ты супер». Сотейник Геваргян и певец и композитор Игорь Саруханов фото. ПИА НТВ «Ты супер». Всегда помогает победителям на жизненном пути. В 2017 году на базе проекта был создан благотворительный фонд для поддержки юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и развития их творческого потенциала. До совершеннолетия фонд ежемесячно выплачивает стипендии полуфиналистам и финалистам из России, а информационное агентство и радио «Спотник» детям из стран СНГ. Так, за победу в первом сезоне Валерию Адлеяби из Абхазии предоставили трикомнатную квартиру в Сухолме. Благодаря композитору Игорю Крутому и благотворительному фонду «Ты супер», победительница второго сезона Диана Анкудинова получила жилье в Москве. Какой приз ждет победителя суперсезона, выяснится совсем скоро. Участница детского вокального конкурса «Ты супер». Валерия Адлейба на пресс-конференции, посвященной конкурсу «Ты супер». На телеканале НТВ, в Международном мультимедийном пресс-центре «Мия Россия сегодня». РИА Новости, Александр Натрускин. Диана Анкудинова на конкурсе «Ты супер». Фото, ПИА НТВ. 1, 2. Участница детского вокального конкурса «Ты супер». Валерия Адлейба на пресс-конференции, посвященной конкурсу «Ты супер». На телеканале НТВ, в Международном мультимедийном пресс-центре «Мия Россия сегодня». РИА Новости, Александр Натрускин. На этот раз победителя будут выбирать только члены жюри. Но зрители тоже примут участие в голосовании за приз зрительских симпатий. Это можно сделать на сайте телеканала www.ntv.ru и в мобильном приложении НТВ. Кому и именно достанется народный приз, станет известно уже в эту субботу в программе «Центральное телевидение» в 19 часов. Финал суперсезона международного вокального шоу «Ты супер» для детей, оставшихся без попечения родителей, 26 мая в 20.10 на НТВ. Вернуться в начало вернуться на главную.